Добрый день, сегодня расскажу вам про сложный комплексный процесс обеспечения в 1С управления торговлей, то есть каким образом все работает, на что стоит обратить внимание, каким образом использовать рабочие места приемки и отгрузки, как формировать все это вместе с заказами и так далее. Для начала перейдем в НСИ и администрирование. Здесь у нас есть склад и доставка. Убедимся, что у нас, во-первых, стоит галочка «Несколько складов», чтобы мы могли в принципе использовать перемещение между складами, дальше у нас стоит возможность перемещения, там устанавливана вот эта галочка «Перемещение товаров», «Перемещение товаров других организаций», это когда мы перемещаем между складами, одновременно меняя юрлицо и потом на основании этого перемещения оформляем передачу. Заказано перемещение и нам нужно еще обеспечение потребностей. То есть заказано перемещение это мы используем заказа и используем формирование заявок с помощью заказов распоряжений и обеспечение потребности это мы делаем так чтобы допустим если товара на складе нет то формировалась потребность в этом товаре и после того как он придет допустим происходило происходил резерв или там автоматическое перемещение этого товара под наше распоряжение давай теперь сформируем собственно заказ распоряжения то есть как это делается мы переходим в раздел склада доставка здесь есть заказы на перемещение вот как раз таки мы можем создать между складами по одной организации между складами организации организациями особой разницы нет просто разные документы дальше будет оформляться но мы используем классический вариант между складами по одной организации соответственно с центрального склада допустим на склад вот центральный склад да то есть на склад бытовой техники в ясенево переместим товары которые у нас есть у нас есть на складе допустим где 5 таких телевизоров g7 вот и 5 телевизоров sharp 5 телевизоров sharp вот нажимаем клавишу перенести в документ здесь у нас указано количество 55 и соответственно вроде мы как можем сформировать заказ на перемещение но программным гриш нужно нужна дата отгрузки подсказывает каким образом ее сформировать да то есть здесь мы выбираем желаемую дату поступления допустим сегодняшнее число и нажимаем control а и выбираем все по все строки в заказе на перемещение и дальше мы указываем каким образом это все должно отгружаться то есть нажимаем клавишу обеспечения заполнить обеспечение вот здесь есть отгрузить и к обеспечению вот эти вот две два варианта надо выбирать соответственно отгрузить это значит что мы будем отгружать если товар есть наличие на складе если у него нет наличие на складе то эта потребность будет обеспечиваться нажимаем заполнить у нас формируется дата отгрузки вот и мы после этого можем провести документ и распечатать заказ на перемещение вот и дальше можем на оформление на основании этого заказа уже оформлять перемещение но есть здесь у нас в складе доставка во внутренних документах такое специальное рабочее место здесь есть у нас такая клавиша к оформлению и мы посмотрим что у нас нужно оформлять то есть вот мы вроде как оформили заказ на перемещение номер 002 вот и здесь мы нажимаем клавишу к оформлению смотрим нашего заказа Да, нашего заказа нет. Что же у нас такое произошло? Произошло следующее, что мы здесь статус не поставили к выполнению. Вот, соответственно, после того, как мы поставили статус к выполнению, у нас вот появился этот заказ. И, соответственно, здесь у нас указывается, что мы оформили, а что мы не оформили. Соответственно, это состояние оформления накладной, накладная не оформлена. Это расходный ордер со склада центральный не оформлен. Это приходный ордер на склад бытовой техники тоже не оформлен. Давайте, собственно говоря, что мы сделаем. Мы сейчас нажмем, первое, оформим саму накладную, то есть само перемещение, нажмем клавишу «Оформить по заказам», и у нас на основании вот этого заказа, либо нескольких заказов, если мы выберем несколько заказов, у нас с центрального склада на склад получатель будет оформлено перемещение нашего товара. То есть после того, как мы это сделали, у нас здесь установится галка, что мы, собственно говоря, накладную в статусе «Отгружено» мы ее установили. То есть «Отгружено» это значит, что мы начали процесс отгрузки. Вот, и дальше нам нужно оформлять ордера, оформлять ордера по этому товару. То есть программа нам, например, подсказывает, что они сейчас не оформлены. То есть один ордер расходный центрального склада и один приходный на склад бытовой техники. Давайте это сделаем. То есть что нам нужно делать? То есть мы заходим в склады «Доставку» и здесь в разделе «Отгрузка» с центрального склада видим, что вот наш заказ на перемещение номер 2. Вот там 5 и 5 штук требует оформления расходного ордера и причем еще отбора по товарам. То есть мы нажимаем клавишу «Создать ордера» по всем распоряжениям. Мы только создаем по выделенному распоряжению, вот по вот этому. И, соответственно, у нас создается расходный ордер в статусе «Подготовлено». Вот «Товары по распоряжениям» здесь указаны наши и отгружаемые товары, да, там указаны всякие весовые характеристики. И дальше мы можем установить статус «Котбору». Вот и поскольку у нас здесь склад с помещениями, да, то есть мы можем создать автоматический отбор, да, там на эти товары, которые будут складироваться в помещении коммерческих товаров. Давайте это сделаем. Укажем, что выполнено без ошибок, что мы сформировали отбор. Ну, мы сформировали отбор, да, то есть после того, как мы это сделали, нам программа подсказывает, что документ должен быть сначала в статусе «Работили» подготовлено, да, то есть вот в статусе «Подготовлено» мы его ставим. И в расходном ордере мы говорим, что расходный ордер, расходный ордер может быть уже проверен. Может быть уже проверен, да, то есть здесь мы указываем в работе, а в расходном ордере мы указываем, что он проверен. Вот, мы выполнили отбор, установили, что выполнено без ошибок, вот, и, соответственно, дальше мы можем в расходном ордере указывать, что поскольку дело, поскольку отбор выполнен, да, то есть и мы статус уже можем поставить «Проверен», вот, и, соответственно, здесь у нас программа нам еще до сих пор показывает, что у нас все в процессе отбора, и мы можем, соответственно, уже поставить «Статус отгружен», мы все проверили, проверили товар, который, ну, сходил человек туда, проверил, что все соответствует в этом помещении, которое называется «Коммерческие товары», вот, и, соответственно, все у нас после этого расходный ордер оформлен, отгружен, и мы можем убедиться, что вот во внутренних документах, да, вот в этом разделе, что у нас заказ на перемещение, по нему оформлена сама накладная, и по нему оформлен ордер, именно расходный, да, там, со всеми отборами и так далее. Вот, дальше мы на основании, опять же, всех этих данных, на основании того, что у нас склад-получатель бытовая техника должен получить товар, мы, мы в разделе склада «Доставка», уже теперь мы заходим в приемку, и здесь выбираем в приемке склад бытовой техники, мы видим, что у нас вот наше заказ на перемещение 002, что по нему ожидается приемка. Вот, соответственно, мы можем также на основании него создать ордер, вот, создать ордер, и здесь у нас также будут все указаны товары, которые мы принимаем, и, соответственно, здесь уже, ну, нету помещения, не нужно организовать отбор, здесь уже просто там склад, и, соответственно, мы можем приходный ордер просто указать статус «Принят» и провести. После этого мы видим, что у нас внутренние документы, что у нас заказ на перемещение наш ушел, да, то есть его сейчас нет, его сейчас нет, и, собственно говоря, по нему все оформлено, вот, и мы можем посмотреть в складе «Доставки», в отчетах, в отчетах по складу, что у нас фактически по нашему складу, допустим, по складу бытовой техники, фактически произошло товародвижение, да, то есть вот мы видим, что у нас пришел телевизор «Шарп», вот, и, соответственно, в приходном ордере все это отражено. После того, как мы все это сделали, да, то есть после того, как мы все это сделали, наш документ, наш документ, он получает статус «Отгружено», точнее не «Отгружено», а статус «Принято», мы устанавливаем сюда «Статус принято», и также заново его проводим. После этого, собственно говоря, вот эта операция, да, то есть она становится завершена, и, соответственно, внутренние документы у нас все по этому движению оформлены, то есть мы можем посмотреть в отчетах связанные документы, увидеть, что у нас есть заказ на перемещение и перемещение товаров, вот, и, соответственно, перейти в заказ на перемещение и тоже здесь посмотреть, каким образом все оформлено. То есть смотрите, да, то есть у нас есть заказ на перемещение, дальше мы оформили перемещение товаров, накладную по нему, дальше у нас есть расходный ордер, причем расходный ордер с отбором, с переносом товаров в отдельное помещение, где был сформирован там, так скажем, пул товаров на отгрузку, есть приходный ордер на тот склад, куда мы осуществляли перемещение. Вот, теперь по печатным формам давайте пройдемся, да, то есть из документа перемещения мы можем, собственно говоря, накладную распечатать, вот, из отбор, да, то есть мы можем сформировать задание складскому работнику либо напечатать этикетки, из документа расходный ордер на товары мы печатаем, собственно говоря, расходный ордер на товары, и из приходного ордера на товары мы печатаем приходный ордер на товары. Вот таким образом все это работает, вот таким образом происходит весь процесс оформления перемещения, То есть вы можете увидеть вот здесь подробно, то есть оформляется заказ, потом оформляется накладная расходная ордер с одного склада вместе с отбором, поскольку по этому складу включено использование помещения и приходный ордер по другому товару. Вот, собственно говоря, вот такой список документов оформляется для того, чтобы полностью произвести все товародвижение, перемещение товаров между складами. Если вам понравилось это видео, если достаточно подробно было все объяснено, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если вам нужно настроить в программе 1С управления торговлей, либо в совместимых конфигурациях, это комплексная автоматизация, либо 1С ERP управления производством, полный процесс перемещения товаров с учетом ордерной схемы, с учетом складских помещений, с учетом ячеистового склада, если у вас есть, то обращайтесь к компанию Кудрлайн, мы с удовольствием вам поможем. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok